Сегодня вода плюс 24 градуса, так что вы сами понимаете, да? Даже для Одессы 24 летом редкость. Вот здесь в четырех километрах, буквально от Элафонис, есть такая развилочка на Белое озеро указать. И едем смотреть, что там. Одна из ступеней, из ста ступенек в воду, золотая, но увидеть ее может тот, кто абсолютно безгрешен. Раннее солнечное утро, мы позавтракали быстро и уже в дороге. Сегодня мы едем в абсолютно противоположную сторону острова Крит. Едем в очень красивую колоритную деревушку. Деревня называется Хоросфакион. Оттуда мы сядем на паром и переплывем в еще одну деревню, Лутро. Это вообще маленькая арбатская деревня, в которую нет автомобильных дорог, представляете? И туда можно добраться только двумя путями. Вот на этом пароме, как мы сегодня собрались сделать, либо пешком, но пешком идти, наверное, часа полтора по горным тропам. И с Алисой это время у нас удвоится, поэтому мы выбрали паром. Сосновые леса сменяют горные серпантины с захватывающими дух-пейзажами. Сделали остановку. Ветер такой силы, что кажется, будто меня сейчас сдует отсюда с этой скалы. Посмотрите на мою сумку, она просто взлетает. Сейчас по этому серпантину спускаемся вниз к морю минут 10 и будем на месте. Крит меня удивляет своим количеством туннелей в горах. Всегда думаю, сколько же труда и работы нужно проделать, чтобы очень точно рассчитать силу взрыва скалы и чтобы не обрушилось все, а образовался проем для такого туннеля. Ну что, мы приехали в деревню греческую Хоросфакеон. Сейчас пройдемся, посмотрим, какие здесь таверны, набережная. Деревушка совсем малюсенькая. И отсюда мы отправимся в порт. Только вышли на набережную и Алиса уже требует еду в тавернах. Что ты хочешь? Кушать, что ли? Что именно? Вот это? Будешь кушать? Множество маленьких отельчиков, все сдается, апартаменты везде. В эту деревушку приезжают те, кто хочет, наверное, полного уединения. Пляжи пустые. Она настолько маленькая, стоит буквально из одной набережной и парочки кафешек. Вот мы нашли какую-то капличку, церквушку. Идем, зайдем. Алиса уже зашла. И нет. Я не закрываю дверь, там папа идет. Ку-ку. Ну зачем ты закрываешь? Дай папе зайти. Дай папа зайдет. Вот такая маленькая церковка. Никого здесь нет. Купили мы билетики на лодку. 20 евро туда и обратно, в две стороны. Вот сейчас прямо от друга мы будем отправляться. Оплыть буквально 20 минут. Сейчас мы будем плыть на лодочке, и ты будешь смотреть их, да? Где рыбки, дочь? Уплыли. Уплыли? Да. Стой, такая высота, я боюсь, что ты свалишься. Ждем нашу лодочку мы. Вот причаливает наш кораблик, на котором мы сейчас будем добираться до деревушки Лутро. Набежало народу. Ветер. А вот вдоль этой скалы идет над морем тропа, по которой за 2 часа вполне реально дойти из Хоросфакион до Лутро. Мы уже приближаемся к деревне. Иди, нельзя. Ну иди ко мне на ручки. На ручки. Здесь эту пешую тропу очень четко видно сейчас. И если будете идти пешком, то по пути вам попадется 2 отличных пляжа для купания. Гликонера и Темиос Таврус. Как вы видите, деревня, правда, очень-очень маленькая. Мы здесь проведем, наверное, несколько часов и на пляж пойдем. Посмотрите, какая красота позади нас. Разговаривает. Привет. Гуд-бай. Хелло. Пока-пока. Вот так кто-то с моря поднимается наверх в апартаменты. Доса, мы не идем туда, мы идем дальше. Спускайся. Проходим через сотни торговых рядов. Красивая набережная здесь. Такие колоритные домики. Это все в белом-синем стиле. Синие ставни, синие двери. Я люблю такое. Как я сказала, зачем нам ехать на Сонторене? Можно и здесь погулять. Наши пляжики здесь в бело-синем цвете. Здесь даже как таковой набережной нет. Мы просто идем через кафешки вдоль моря, вдоль берега. Смотри, Алиса, конек. Нельзя, ножками нельзя ломать. Нельзя. И вот, собственно, конец набережной. Сейчас будем искать где-то, где мы пойдем. Побудем на пляже. Покажу вам эту деревушку с высоты, если ветер нам позволит. Садись. Алиса. Скажи, я танцевать буду. Танцевать будешь? Ну, давай танцем. Вот такие огромные паромы сюда тоже заходят. Все. Мы уселись. Сейчас Алиса будет обедать. Папуля наш плывет. Ой, какой красивый ребенок. Какая у тебя пепа. Такая рубашечка красивая. Класс. Ничего себе ты модная сегодня. Лутро. Маленькая греческая деревушка на юге Крита, на побережье Ливийского моря. Сюда можно добраться только по морю или пешком, как я уже говорила ранее. И это место идеально для тех, кто хочет перезагрузиться и отдохнуть. Поселение крошечное. Пару лет назад по переписи здесь насчитывалось всего 56 жителей. Представляете? Кто купается? Здесь песка нет. Галька очень удобненько. Наш вариант. Да, Глазь? Все, пошла. Прыг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты хочешь купаться? Поплавай немножко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошая вода? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты далеко собралась? Там глубоко? Алиса сама собрала черные сокровища. Класс! Ты молодец! Сама, да? С собой заберешь? Да. Классная водичка. Когда заходила, казалось, прохладненько. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая вымощенная дорожка ведет к этой цели. Здесь калитка. Издалека может показаться, что прохода нет, но мы его нашли. Пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите прямо вверх на гору. Вон там кто-то живет. Как они туда поднимаются, я вообще понятия не имею. Догоняйся. Давай. Это оказалось очень старинное кладбище. Могилы снимать не буду, конечно же. Это какое-то семейное кладбище. То есть оно небольшое. Есть старое захоронение. А есть 2007 годом. Есть 40-м годом. Так странно, когда подходили к этой церкви, она отвернулась на секундочку, чтобы сфотографировать бухту. И перед тем, как я отвернулась, возле этих могилок стояли две женщины и мужчина в белом. Я повернулась, их нет. Дороги другой оттуда нет. И мы зашли уже на территорию этой часовни или церквушки. Одни могилы, церковь сама закрыта, внутрь зайти нельзя. Обошли ее со всех сторон, и эти люди исчезли. Куда они делись, я вообще не поняла. Призраки. Я тебе серьезно говорю. Гена их не видела, их видела я. Обратно мы едем на другом катере, более комфортабельном. Кажется, туалетом. На мини-пароме таком. Сейчас мы вернемся в хор, и у нас еще есть планы сегодня попасть в Ритинно. Он по пути. Я, конечно, хотела сюда пойти по этой тропе пешком, но у Алисы была с утра небольшая температура, поэтому мы эту затею оставили на потом. И вот мы уже выехали на набережную Ритинно. Ритинно для меня это второй по красоте город на Крите после Ханьи. Здесь неповторимая архитектура, узкие улочки старого города, крепость, фортеца на набережной и старый порт. Историческая часть города, к которой мы сейчас направляемся, почти полностью перекрыта для автомобилей и представляет собой пешеходную зону, по которой можно гулять часами, сидеть в кафешках и наслаждаться неспешной жизнью Ритинно. Магазин Медуз. Мы тоже вышли в старом городе, в Ритинно машину припарковали, и людей много. Вечер, все гуляют. Алис, может, ты сядешь? Я не оставляю попытки найти сандалики петлические. Не хочет в коляске ехать, идет сама ногами, большие расстояния. Надо сесть. Устали жутко, пора возвращаться в наш отель, вставать нам завтра в 4 часа утра. А почему так рано, я расскажу вам в следующем выпуске. У кого какие предположения по этому поводу, можете написать в комментарии под этим видео. Всем пока!